Ассалам алейкум. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь в Кунацкой на РГВК Дагестан. И наш Кунак, человек в научных кругах, известный, но тем не менее с удовольствием хочу представить его. Низами Садидинович Аскеров, профессор ДГУ, заведующий кафедрой политэкономии этого учебного заведения, довольно-таки известного, далеко за пределами нашей республики. И я очень рад, дорогой Низами, что мы с тобой встретились. Наконец-таки давно готовились, говорили, но как-то откладывалось. Но тем не менее наша встреча состоялась. Приветствую, рад видеть. Ассалам алейкум. Встретившись с ученым-экономистом, не говорить об экономике, о подготовке, о качественной подготовке экономических кадров мы не можем. Пожалуй, начнем, наверное, с этого. Вот сегодня мы вынуждены констатировать, что экономика, к сожалению, нашей великой, прекрасной страны развивается не такими темпами, которыми нам бы хотелось. Когда мы смотрим на Европу, на Запад в целом, нам хочется как-то благосостояния нашего населения, чтобы поднялось на хотя бы достаточно такой относительный уровень. Для этого, конечно же, нужны хорошие экономисты. Сегодня, тем не менее, говорят, что дипломированных экономистов и юристов развелось настолько, что, понимаете ли, уже производством заниматься некому. Что происходит? Вообще есть на свете прекрасные такие экономисты, которым можно было молодым, энергичным сегодня доверить страну, чтобы они подняли экономику на тот уровень, когда мы пожили бы немножко благополучнее, скажем так. Спасибо, Магомед, за интересный вопрос, содержатель такой обширный вопрос. Прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение на эту замечательную передачу «Кунацкая», «Кунак». Для кунаков у нас ворота всегда. Да, вы знаете, дело в том, что, говоря, прежде чем ответить на ваш вопрос, кунак – это традиционное, это наше, родное, дагестанское, горское. И вот эти традиции куначества и на телевидении, когда вы развиваете, бывает приятно. Поэтому, прежде всего, спасибо вам, вашей компании, телекомпании за такую передачу. Второе, по вашему вопросу, большой вопрос, я мог бы в этой ситуации выделить два объекта. Проблема большая, серьезная. Безусловно, это проблема, но я хотел бы выделить два аспекта, когда вы говорите о подготовке кадров, экономистов. Первый аспект – объективный. И второй, назовем уже такого субъективного, современного характера. Объективность, что я имею в виду? Объективная часть ответа на данный вопрос, вот вы сказали, на Западе развита экономика, а в Дагестане у нас пока еще не очень, скажем, вот здесь… Судя по уровню зарплаты, я… Да, я понимаю, но вот я хочу этот аспект подчеркнуть объективности. Дело в том, что мы там, Дагестан, довольно-таки поздно начали переходить к рыночным, капиталистическим отношениям. Мы постепенно переходим к тем самым капиталистическим, рыночным отношениям. Все еще не перешли. Ну, а в колледже надо перейти к той части вопроса, о которой вы говорите, по поводу кадров. Да, вы правы, кадры решают все. Но это и все ли зависит сегодня в экономике от кадров? Хотя, казалось бы, да, казалось бы, и в советский период еще была известна формула «кадры решают все». А что говорит по этому поводу политика? Вот я вам скажу, что не всегда кадры в состоянии перевернуть горы. Постойко-поскольку есть те самые объективные аспекты, политические аспекты, объективные, другие аспекты, исторические, которые не под силу кадров. Но все-таки, если говорить по поводу кадров, сегодня Дагестанский государственный университет готовит очень хорошего уровня и качества кадры по экономике. И, кстати, элементарно хотя бы такой аспект взять, мы в этом году приняли на экономический факультет, на бюджетное отделение с баллами ЕГЭ, средний балл 245 баллов. Это очень высокий показатель для абитуриента, и они и как раз составляют те ребята, которые сегодня обучаются на факультете. И в этой связи мы готовим эти кадры, мы их выращиваем, и более того, скажем, был такой период в истории нашей республики. В управленческие кадры Республики Дагестан в правительстве из министерского уровня более 60% были выпускники Дагестанского государственного университета. И я хочу сказать, что это, во-первых, по поводу подготовки кадров. Конечно же, сегодня, когда мы говорим о кадрах, приведение их в соответствии с современными требованиями, требует большого, значит, большой работы на уровне не просто Дагестанского университета, на уровне Министерства науки и высшего образования России, на уровне правительства Российской Федерации требуется большая работа. Ну, скорее всего, и затраты, потому что для качественного обучения нужны великолепные педагоги, хорошие педагоги, хорошие ученые, они востребованы, они нуждаются в хорошей оплате их труда. Я понял, вы второй раз возвращаетесь к этому аспекту. Можно об этом говорить? Да. Но мы оптимисты дагестанцы, поэтому я знаю, что те традиции, которые сложились давно в Дагестанском государственном университете, обязывают вас, несмотря ни на что, засучив рукава, делать свое дело. Но мы вернемся обязательно к качеству образования в целом и подготовке качества, подготовке хороших экономистов. Это очень актуально, важно, это необходимо для нашей страны, особенно для нашей республики в том числе. Конечно, я не случайно начал с того, что сегодня все хотят стать экономистами и юристами. Экономист – это модная профессия. Вот выбор, твой выбор – это какая-то особая причина к этому? Или на самом деле это была дань моде с твоей стороны? Только ползару, у нас сердце надо, у нас принято говорить. Спасибо. Спасибо. Снова интересный вопрос задаете. Я вам скажу, ведь в тот период, когда я поступал, я определялся с выбором профессии, ведь такой моды на экономистов еще не было. Почему? Всегда кто не поступал в подобного рода учебные заведения, хотел, мечтал стать председателем колхоза. Возможно. Так вот, у меня такого не было. Я вам скажу, у меня, если вспомнить, теперь уйти в свою историю, это 82-84 годы, когда я учился в средней школе, в старших классах. И это было не до моды. Это, наверное, была некоторая, может быть, новая жилка в нашей семье. Новая жилка в каком смысле? Старшие братья уходили по науке. Кто в педагогическом образовании, кто в аграрном образовании. И вот в многодетной семье я подумал, а почему же все должны идти туда в педагогику, в аграрную? Дай-ка я что-нибудь другое выберу. Вот так получилось. И вспоминаю еще один момент. Даже вот в девятом классе, я вам скажу, я на весь район, как мне почтальон подтвердил, был единственный человек, обучаясь в девятом классе, я выписывал газету «Экономика и жизнь». Весьма похвален. Я пытался понять, что же в этой газете пишется. Это был девятый класс, это был Советский Союз. Когда было непонятно, ты решил поступить на экономический факультет. Вполне возможно. Это была некоторая новая жилка. Логично. Мне очень приятно, что ты заговорил о семье, о семейных традициях, скажем так. Семьярская, известная семья. Не только в Табасаранском крае, известная семья в масштабах республики. Я горжусь и рад, что знаком несколькими братьями, кроме тебя. Вот это семьяные обстановки. Почему вот такая тяга к наукам? Откуда это? Отец тоже не мало, не меньше известный человек того периода. Поэтому вот где, где зародыш? Не все семьи могут похвастаться приятой ученых из одной семьи. Спасибо, Магмед. Снова задаю тебе интересный вопрос. И он, как отвечу, да, действительно, в моей семье, братья, сестры, мы в основном в науке, в образовании, в различных вузах нашей республики, в различных городах. И откуда же это все зародилось? Ну, я вам скажу вот такой, приведу тоже факт в этой связи. В 2005, 2006, 2007 годах, примерно в эти годы, мы совместно с Институтом Востоковедения, отделом Востоковедения ДНЦРАН, Андрей Зайевич, Чехсаедов, покойный руководитель, он руководил этим направлением, и с его ребятами я пригласил их лично исследовать мечетские рукописи, кораны нашего аула, селения Цуркей. Неужели это удалось сохранять? Да, да, конечно. Потому что многие констатируют о том, что не удается, не удалось. Из тех сохранившихся книг, которые сохранились в нашей сельской мечети, мы тогда, они, ребята, провели свою работу, копировали, как называется, все, составили список, перечень всех рукописей, которые в нашей мечети. И, в частности, удалось обнаружить одну рукопись, которая была переведена основателем нашего Тухума, в нашем селении. И этот основатель не переведена, а который была написана. Ведь тогда была традиция, значит, писать кораны, переписывать кораны. Это и называются рукописные кораны. Кстати, Дагестан занимает ведущее место в мире, как помню, Амри Зайович говорил об этом всегда, по рукописным коранам. И потом, наверное, с этой точки зрения, и Ахмед Хан в свое время написал книгу «Тайны рукописного корана». И на этих рукописных коранах была такая традиция, на полях обычно писали те или иные события из жизни аула Джамаата. И, в частности, на одном из коранов ребята обнаружили записи, что книга переписана утилом, основателем нашего Тухума. То есть, я хочу сказать, вот оттуда, наверное, шла вот эта традиция обращения к Корану, обращения к духовности, к образованию. И вот эта традиция от утила передавалась и сохраняется и сегодня. Насколько изучена родословная, тем более, карты в руки, вы люди образованные. Насколько поколений изучен ваше Тухум? Древо. Это, ну, не так много. Это восьмое поколение только. Не так много, конечно. Некоторые второе, третье уже, извините, забыли. Восьмое поколение. Да, восьмое изучено. Это очень серьезно, да. Я генеалогически, безусловно, древо свое, в Савет Тухумас, безусловно, оно есть, конечно же. Это инициатива Низами или остальные? Полагаю, что вы правы. Ну, очень похвально. Спасибо. И продолжаем, как бы, начатую нами тему восемь поколений, генеалогическое древо. Вот теперь очень хочется, чтобы последователи, как бы, пошли. Есть ли молодые аскеровы, которые продолжают семейные традиции образования, наука, вот стремление к знаниям? Ну, вы знаете, действительно у нас из наших молодых детей, внуков, премианников, они все продолжают... Похвастаться, есть... Продолжают традиции Тухума, семьи. Но вот сказать, что они именно исключительно сегодня отдельно в сфере науки, вот так трудно сказать, но в целом они все получают классическое, хорошее образование. Они все, я рад и горжусь своими племянниками, всеми нашими детьми, они все образованы, они все работают над собой, они все на той линии, которую им показали предки. Мой тезка, твой старший сын, Магомед, он поехал в Москву, да, для получения образования. А вот это был его выбор, или все-таки это решил папа? Ну, я думаю, что это было совместное решение, это было совместное решение, совместно мы... А не было предложения, почему не ДГУ? Ну, вопрос тоже, тоже интересный вопрос. Ну, у меня у самого была тяга к получению, сам получил российское образование, и желание такое было, чтобы все-таки получил образование... Ширый круг? В Москве. Мировосприятие и так далее, и так далее. И это в 2011 году он... Я его направлял в Москву, отъезжал он. И не только Ширый круг, но, конечно же, мы при всем большом... Наш университет сегодня один из ведущих, Дагестанский государственный университет в Северо-Кавказском федеральном округе, не только в Дагестане. Но при этом в Москве тот университет, в который он поступил, это финансовый университет при правительстве России, он был такой базовый, классический университет, который начал свою дитя на 60-х годах прошлого столетия таким фундаментальным, хорошим образованием именно финансово-экономического уровня. Поэтому и наш выбор пал туда. Ну, коли он прошел, значит, он хорошо учился. Это же по баллам ГЭМ, под мудрым руководством отца. Я так думаю, был строгим по отношению к нему или управлял. Я признаюсь не только к своим детям, но и ко всем студентам университета я требовательный. Котируешься как требовательный? Котируюсь не знаю, но я сам требую. А там как котируюсь не знаю. Это надо спросить у них. Это у них, да. Опять-таки, возвращаясь к главному вопросу, незаметно, Динович, вот обидно, вот в разных слоях общества обсуждается этот вопрос. Огромная, богатейшая страна по природным ресурсам и другим, значит, направлениям, да, вот развитие экономики очень отстает. Вот простыми словами, как это, вот можно это объяснить или нет? Что происходит? Вроде выдающиеся ученые у нас, чьи идеи проходят и на Западе, и на Востоке, на чьих разработках, значит, добиваются определенных достижений, говоря простым языком, зарабатывают другие страны. В чем... Магомед, дорогой друг, ты задаешься очень сложный вопрос, чтобы я ответил очень просто, это так легко не получается. Математика есть математика. Дважды два, в математике всегда получается четыре. Почему мы не можем, значит... Дважды два я вам не смогу ответить, но как политиконом я вам скажу, что причина все-таки кроется в моем понимании, прежде всего, в политических факторах, политических причинах. Но с другой стороны, хотя я так говорю, недавно, буквально неделю назад, наш президент страны на совещании правительства, совместно с правительством, руководителями комитетов Госдумы, он обсуждал вопрос и, в частности, он отметил, знаете что, он отметил свою приверженность все-таки рыночным ценностям, рыночным свободам, и мне было это очень приятно. Эта приверженность рыночным свободам, она продолжает оставаться... И как человеку, и как ученому, да? Безусловно. Прежде всего, как ученому. Я вам скажу, как ученому не было приятно, а второе, как человека, как гражданина этого государства. Я хочу сказать, что одним днем переход к цивилизованным рыночным отношениям не бывает. Тысячелетняя история формирования рыночных отношений капиталистических на Западе, а мы в своей истории прошли такой надлом, слом, надлом, 1917 год, надлом рыночного капиталистического развития, затем переход от частной собственности к общественной, 70 с лишним лет жизни при общественной собственности, и потом снова мы в 90-е годы переходим к этим рыночным отношениям, и поймите, поймите, пожалуйста, что в один день, даже за 30 лет, сформировать выстроенное рыночное общество, которое работает по единым правилам игры, ну, трудно. Вот это надо понимать людям. Это такой исторический подход, я здесь излагаю нам с вами. Вот, поэтому я хочу сказать, что чисто экономический подход к уровню нашего развития, России и Дагестана в том числе, он не очень будет, не будет давать верные, объективные ответы. Поэтому я вынужден здесь говорить о исторических и политических факторах. Я знаю, что Низами Саддинович член нескольких экспертных комиссий в масштабах республики. Вот насколько это является предметом озабоченности в тех слоях, в тех кругах. Вот люди как? Насколько вот этот вопрос волнует молодежь, которая обучается у вас, и не только? Ощущение какое? Людей волнует эта проблема или не волнует? А вы имеете в виду проблемы экономического развития? Ну, конечно же, волнует, конечно же. Людей это не просто волнует, люди этим живут. Люди этим живут, потому что проблема экономического развития, это прежде всего та самая проблема уровня заработной платы, с которой вы начали. Конечно. Безусловно, уровень... Это один из основных показателей развития человека. Без этого содержать... И один из основных показателей развития государства. Конечно. Средний уровень заработной платы. К сожалению, конечно же, Сегодня в нашей республике это 24 тысячи с копейками, в среднее по России это 43-44 тысячи рублей. И мы среди регионов, к сожалению, я неоднократно это отмечал, мы существенно отстаем. Мы там где-то в последние десятки, порой даже такие периоды, когда мы в 85-й, я это неоднократно тоже говорил, место занимались среди 85-ти субъектов по уровню доходов. К сожалению, это так. А вот здесь есть какое-то объяснение, почему мы на территории одной страны. Соседний регион получает зарплату больше. Вот здесь дисбаланс, почему здесь есть какое-то объяснение этому? Вы знаете, тот момент такой. Дело в том, что здесь мы говорим о средней заработной плате. А средняя заработная плата, это, знаете как, это, ведь здесь есть различные социальные слои, различные группы доходов. И есть при этом такой показатель в экономике, как коэффициент джини, или же коэффициент, который показывает дифференциацию между доходами разных социальных слоев. И в регионах при этом, в регионах, выстраивается различная система этих уровней, в зависимости от той политики, которую проводят регионы. Сами регионы тоже могут влиять. Вот почему в регионах это влияет. Кроме тех факторов... А кто нам мешает вести политику? Кроме тех факторов, которые выстраивает федеральная власть. Правильную политику, чтобы экономика поднималась. В чем, может быть, что-то другое. Вот здесь не объясняется это все. Вопрос тоже очень интересный. Вы знаете, вот в этой связи, что я вам скажу. Вот был у нас период последние три года, когда... Дагестанцы, люди, которые хотят работать, они готовы за сучьем рукава, если доход будет поступать в семейный бюджет, вот... Вы знаете, вот три года назад у нас была новая команда во власти. И вот за эти три года им удалось выстроить, в моем понимании, те самые институциональные основы введения всех слоев и бизнеса, в особенности в рамки правового поля. И вот эта институциональная основа помогла бы сегодня... Я очень надеюсь, что эта политика введения всех в единое правовое поле будет продолжена. А единое правовое поле – это единые правила игры. Для всех членов общества. Для всех слоев. Я всегда был оптимистом, и я останусь и верю, что это так... К этому надо идти, по крайней мере. Вот когда будет, оно не могу сказать, но то, что нужно в ответном русле идти, и тогда, когда выстраивается, когда начинают все играть по единым правилам игры, и формируется тот самый средний слой, который... Формируется и определенный климат. Который и формирует вот эту среднюю заработную плату. А иначе, тогда, когда высокая дифференциация, там 3% получают самый высокий уровень дохода, они получают значительно большую часть доходов, чем те, которые внизу. Твое личное отношение, это кунацкое, поэтому больше интересует твое отношение, твое мнение по тем или иным позициям, по тем или иным проблемам. Та глобальная проблема тоже, простыми словами, конечно, если возможно. Вот богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Вот этот дисбаланс мировосприятия наших людей, вот твое отношение к этому, насколько это реально, это будет продолжаться или когда-то сойдет как-то на нет? Отчего это зависит с позиции науки? С позиции науки, смотрите, какая картина получилась за последние лет 10. К сожалению, ту систему, которая в стране, тот капитализм, который сформировался в России, российские ученые это характеризуют как государственно-олигархический капитализм. Это официальная версия. Это официальная версия, признанная учеными. И это олигархический слой, это тот самый слой, который держат основные источники, скажем, формирования богатства. И, соответственно, сегодня, в принципе, президент страны хорошо понимает, что должны формироваться этот средний слой. А средний слой – это то, на чем держится Европа. И потому, особенно за последние годы, принято очень много решений для того, чтобы олигархический слой немного сдержать. В том числе, с ним повышение налоговой составляющей. Безусловно. Безусловно. Вы правильно заметили, переход сегодня обсуждается очень широко. Правда, давно обсуждали, но справедливая Россия особенно за это выступает, чтобы от пропорционального налогообложения мы перешли к прогрессивной форме налогообложения. Об этом мы слышим, и это, по-моему, делается уже на уровне правительства. То есть, думая, что к этому скорее всего… Это обнадеживает в той или иной степени. Да, да. Это хорошо… Вот видишь, мы находим иногда какие-то оптимистические… Не все время же должен доминировать пессимизм в умах наших людей, наших граждан, особенно молодого поколения. Говоря о молодом поколении, все-таки основная деятельность твоя связана именно с молодым поколением. Формирование их мышления, их неувидение того, что происходит вокруг и во всем мире. Вот предпринимательство. Во многих экономиках разных стран это составляет основной доход, бюджет. На этом живут практически. Вот твой взгляд на этот вопрос в том плане, что сегодня многие предприниматели, мы видим сплошь и рядом, как-то отказываются к сотрудничеству, тесно с государственными структурами. Пытаются самостоятельно как-то вот это решать, вот эти вопросы. Вот в этом плане, что можно, какие перспективы перед молодежью, которые хотят зарабатывать своим трудом? Тоже вы задаете очень интересный, хороший вопрос. Насколько это, наверное, на лекциях, на занятиях это было? Безусловно, это одна из центральных проблем экономической теории, я вам скажу. Проблема соотношения между государством и бизнесом, государством и рынком. Отвечая на ваш вопрос, в таком случае я приведу слова Адама Смита, это основатель классической политической экономии. Адам Смит главным лозунгом деятельности в обществе считал следующий, назову на французском, на английском, на котором он говорил, принцип «Lies this fire». Иначе пусть все идет так, как идет. То есть дайте рынку жить так, как они хотят. То есть дайте рынку, а иначе, говоря, это называется больше свободы, больше выбора для рынка и бизнеса. А это означает минимум вмешательства государства в рыночные процессы. Минимум, и это тоже должен признать, но уровень государства декларируется современным. Меньше контролировать, меньше ходить на проверки. Декларируется государством. Насколько, какова степень реализации этой декларации, вот трудно сказать. Но, к сожалению, декларации остаются декларацией. На практике происходит часто другое. Но за эту шверу Миза Дзиньевич не отвечает. Интересное явление в этой связи. Хорошее развитие бизнеса в Дагестане проходило как раз и не только в Дагестане, но и в России. И формирование тех самых бизнес-слоев проходило в 90-е годы. Тогда, когда больше свободы и бизнеса. Как только начинают, немного больше контролировать, они начинают уходить в тень. Они начинают меньше работать. Это вполне логично. В этой связи, вот последние три года, как раз тогда, когда государство пыталось сформировать единое правовое поле, ввести всех в рамки правового поля, вот тогда было и недовольство. Помните, два-три года назад? Недовольство со стороны бизнеса. Ну да. Но я неоднократно убеждал бизнес. Все хотят в банокатерную. А тут надо какие-то... Я неоднократно убеждал бизнес. Ребята, нужно входить в рамки правового поля для того, чтобы вам легче было взаимодействовать с государством, чтобы можно было пользоваться многочисленными элементами государственной поддержки. Бизнесу государство предоставляет немало поддержки. В том числе и студенты, которые сегодня у нас обучаются, они принимают участие в различных, так называемых, стартапах. Молодежные конкурсы, гранты президента, гранты правительства, гранты различные отраслевые. И, соответственно, эти проекты, участие в этих проектах дает молодежи, значит, вступать на рыночный путь, на путь бизнеса и двигаться. И такого рода примеров у нас достаточно много. Даже в Дагестане. Это обнадеживает. Спасибо. Оптимизм, когда я вижу в глазах ученого, довольно-таки молодого ученого, еще по меркам и дагестанскими, и не только. За это спасибо. Спасибо. Я приведу вам еще один интересный пример, кстати говоря. Еще лет 5-6 назад я, проводя такой традиционный опрос среди первокурсников, обнаруживал тогда, что опрос был по такому вопросу. По окончанию университета, где вы хотели бы работать? В государственном секторе или частном секторе? Тогда еще, еще лет 5-6 назад, не говоря до этого, студенты подавляющее большинство говорили, мы хотели бы работать в государственном секторе. Не поверите, за последние 2 года, прошлый и этот год, когда я провожу такой опрос, обнаруживаю совершенно изменившуюся ситуацию. Подавляющее большинство студентов, 90 с лишним процентов, говорят в частном секторе. О чем это говорит? Это говорит об интересе, о том, как раз таки, переходе на хорошую волну, на хорошую волну развития бизнеса. То есть и становление рыночной экономики, и формирование рыночного мышления у подростков. В молодых умах что-то происходит, и позитивно это нас обнадеживает. Безусловно. Заключительная часть нашего разговора, дорогой Незамин, в контексте того, что мы сказали, все-таки, я думаю, что что-то осталось в себе, обращаясь к молодым людям, молодому поколению дагестанцам, вот, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в экономике, в нашей стране, в республике и так далее, в целом мире, почему нет, вот какую дорогу они должны выбрать для себя? Что вы советуете им на ваших учебных занятиях вообще по жизни? Спасибо. Вы знаете, тоже вопрос, как всегда, очень интересный и правильный вопрос. Я вам скажу, что можно посоветовать молодежи. Действительно, мы в аудитории много чего советуем, их направления, их развития. Есть сегодня, вы знаете, в университетах обращайте внимание на так называемые soft skills и hard skills. Это мягкие требования и жесткие требования. Или же по-другому, профессиональные навыки, hard skills и мягкие навыки, это уже личностные. Вот сегодня университеты перешли на реализацию так называемой третьей миссии университетов. Кстати, об этом говоря, недавно, на той неделе, кстати, наш ректор университета, Марцин Залик Волтаевич выступал с хорошей лекцией по третьей миссии университета. А третья миссия университета, это первые две миссии, это образовательная, научная, и третья, это социальная, культурная миссия той роли университетов, которую они выполняют в том регионе, где они сосредоточены. И вот сегодня мы обращаем внимание молодежи на формирование этой социальной, культурной, личностного развития, личностного роста, приобретения тех навыков, которые им нужны, кроме профессиональных. Кроме профессиональных, сегодня мы уже учебные планы, которые мы разрабатываем, кстати, мы сейчас разрабатываем новые учебные планы, вот, и уже внедрили в учебные планы, например, такие дисциплины, как лидерство и командная работа, самоменеджмент. Очень интересно, вот эти дисциплины направлены на развитие личностных навыков, компетенций, и которые будут помогать ему в жизни, студенту, кроме профессиональных навыков. Адаптации в жизни, это очень связано. Безусловно. Составляющая для молодого человека, это мы не знаем. На эти аспекты мы обращаем внимание, и именно это я хотел бы, чтобы студенты наши развивали себя в этом ключе. Кроме того, я вам скажу, современная экономика развивается в рамках цифровизации. Даже один из национальных проектов в нашей стране, разработанных и реализуемых, называется цифровая экономика. Университет, Дагестанский островский университет, проводит большую работу по внедрению цифровых элементов, по цифровизации образования, и мы на днях, буквально 20, да, не буквально, а 20 октября, мы открыли единственную пока в Дагестане точку кипения при Дагестанском государственном университете. Да, очень дагестанский термин. Что будет происходить? Ну, что будет происходить, это интернет-платформа, которая разработана по рекомендации агентства стратегических инициатив в рамках стратегии научно-технологического развития России. И мы пытаемся, будем использовать эту площадку, интернет-платформу, которая сосредоточена в научной библиотеке на втором этаже Дагестанского государственного университета для взаимодействия общества, для взаимодействия бизнеса и государства, для взаимодействия гражданского общества и молодежи, всех слоев и всех компонентов и разных прослойок общества, элементов, скажем, нашего общества. При этом мы получаем возможности взаимодействия со всеми регионами страны. Представьте себе, ты сидишь у себя на работе, на рабочем месте, зашел на сайт точки кипения ДГУ, посмотрел, где в стране, в каком университете, в каком из 100, сегодня уже открыто 100 точек кипения, у нашей была 93, где какое мероприятие проходит, где круглый стол, где ученые собрались, где конференция проходит. И нажал на кнопку «Подать заявку» и ты можешь принять участие на этом мероприятии, сидя в Махачкале, принять участие на конференции в Новосибирске, сидя у себя на рабочем месте, принять участие на заседании политэкономического конгресса в Москве. Вот такие вот... Просто чудеса. Это действительно чудеса. Благо, с одной стороны, пользоваться достижениями науки, техники в современных условиях, по-моему, даже интереснее, чем когда-то мы учились в каком-то периоде. Да. И вот поэтому это второй ключ, по пути которого я хотел бы рекомендовать развиваться нашему молодому поколению. Спасибо, дорогой Незамин. Мне действительно было интересно, безумно интересно с тобой пообщаться сегодня. Давно не общались в таком ракурсе. Желаю успехов и научной деятельности, и в труде, чтобы ты прославился так, как прославился ты почти твой тезка Незамин Генджевы в поэзии. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за внимание, дорогие телезрители, и берегите своих кунаков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok